Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться со сказочными историями из книги Марины Ермаковой «Новые приключения Бабы-Яги и кота Баюна». Итак, история пятая. Живые макароны. В одном городе жила-была семья. Мама, папа и маленький сын Илюша. Илюша был очень капризным мальчиком. С ним просто не было сладу. Если ему говорили, что надо делать так, то он все делал наоборот. Родители уж и не знали, как его воспитывать. Он требовал, чтобы ему покупали конфеты, пирожные, поэтому очень плохо ел другую еду. Особенно мальчик не любил макароны. И родители подумали, что это только его каприз. С них все и началось. Как только мама клала макароны ему на тарелку, он начинал капризничать и кричать, что не будет их есть, когда папа сказал, «Пусть сидит за столом, пока не поест». Илюша долго сидел, капризничал, а потом стал вилкой стаскивать макаронину за макарониной с тарелки и ронять их на пол. Мама пришла и увидела пустую тарелку. Она обрадовалась, похвалила сына и отпустила гулять. Но когда она увидела кучу макарон под столом, то рассказала об этом папе, и родители решили Илюшу наказать. Ему не разрешалось гулять, пока он не съест макароны. Но Илюша был мальчиком очень упрямым. Он сидел у окна и плакал навзрыд, чтобы разжалобить родителей. Однажды, когда Илюша громко плакал, мимо проходил ход бою. Он услышал плач малыша, залез через окно в комнату и спросил у мальчика, «Почему ты плачешь, малыш?» Илюша рассказал ему о своем горе. «О, я могу тебе помочь!» Успокоил его бою. «Я очень люблю макароны! Ты их бросай на пол, а я их буду съедать!» Так они и решили. Мама наложит Илюше макароны и уйдет. Мальчик отправляет их под стол, а кот бою мурлычет, да ест вкусную еду. Мама пришла, а тарелка у сына пустая. Она посмотрела под стол, и там пусто. Порадовались родители, что Илюша стал послушным, и отпустили его гулять. Так продолжалось три дня. Илюша бросал макароны на пол, а кот бою съедал их, и довольный отправлялся домой. Все бы ничего, только сытый боюн отказывался от еды бабы-яги. «Да что с тобой, боюнок?» спрашивала она у кота. «Мышей, что ли, объелся?» «Так ведь оркестр, так ведь окрест их нет!» Сам же потравил мышей чипсами, газировкой и еще какой-то дрянью. «Ягусенька, не сердись, неохота мне есть, спать я пойду». А Еге-то обидно. Кашу из дикого овса с бобровым жиром наварила она, супчик из лягушек, компотик из желудей. Угостила бы лешего, да тот уж неделю к ней не захаживал. Рыбачит где-то далеко за пределами леса. Поворчала она, да и спать пошла. А на следующий день, когда боюн ушел гулять, заглянула она в катку с водой, поворожила над ней и видит, что боюнок сидит под столом и макароны уплетает. А где это никак не поймет. За крышкой стола ничего не видно. «Да неужто мои яства хуже?» запрочитала она. «Ох, задам я боюну трепку, пусть только домой явится». И вот идет боюн домой, а живот у него по земле влочится. И так ему тяжело, что сам не рад, а баба Яга его поджидает у двери. Сам только он появился, она его метлой стала охаживать, да приговаривать. «Прикормился у людей, да мои яства не глядишь! Я тебе покажу, как не уважать бабусю Ягусю!» Баюн от нее шмынул под кровать, забился в угол и думает, «Права Ягуся, не моя эта пища, тяжело мне от нее». На следующий день пришел он к Илюше и сказал, что больше не может есть макароны. А родители Илюши думали, что сынок полюбил макароны и не могли нарадоваться. Мама снова наварила их и положила сыну целую тарелку. Илюша стал просить боюна, чтобы тот выручил его в последний раз. Баюн согласился, да не справился со своим обещанием. Когда родители пришли проверить, поел ли сын, то увидели, что под столом сидит толстый кот, весь в макаронах и лениво их жует. Прогнали они боюна, а Илюше сказали, что если он будет обманывать, то придет бабайка и унесет его с собой. Только они это сказали, как баба Яга услышала это, и уговорила деда бабайку уступить ей, проучить малыша. Наладила она стопу с метлой и полетела по зову. По дороге встретился ей Баюн. Не смог он больше скрывать от Яги, где все это время питался и рассказал про мальчишку Илюшу. А она говорит Баюну, лечу к ним, зовут меня наказать непослушного сына. Стал уговаривать Баюн бабу Ягу, чтобы она не наказывала Илюшу. А что делать-то, коль позвали? Надо лететь! И тут стали они вместе думать, как помочь мальчику и его родителям. И вдруг Яга как загогочит. Поехали, Буюнок, домой! Поколдую я из избушки! А тем временем мама снова наложила Илюше макарон. Полная тарелка перед мальчиком. А он плачет, капризничает, хочет макароны под стол отправить. Да только нельзя! Родители рядом сидят и смотрят на него. И вдруг макароны сами поползли к окну, залезли на подоконник и стали уползать на улицу. Тут не только Илюша, но и родители оторопились и испугались. С тех пор родители не мучили сына макаронами, а Илюша перестал капризничать. Подумали они, что это бабайка приходил и все макароны потаскал. Слово силу имеет, поэтому не надо понапрасну ничего лишнего говорить. А Илюша понял, что все вопросы миром надо решать, так и понимание можно найти. Вот так колдовство бабы Еги помогло родителям в воспитании сына. Да и самим он урок был дан. На сегодня все. До встречи завтра, ребята! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...